Путин развязал бессмысленную, кровопролитную войну. Мы поговорили с украинцами, которым прямо сейчас приходится переживать неизгоды военного времени, о том, что они чувствуют и что происходит в их стране. Меня зовут Анна, я из Киева, я студентка третьего курса. И сейчас, ну, я не знаю, как это назвать. Это война, это все началось с того, что я в пять утра вчера проснулась от звука взрыва, который был настолько сильным, что начали сигналить машины. После этого, честно, я не знаю, как это и писать, это очень-очень страшно. Сейчас мы постоянно ходим в бомбоубежище, слышно, как, я не знаю, где, какие-то взрывы очень сильные. Они происходят, я не знаю, в последний час было спокойно только звуки самолетов. Самолеты летают, наверное, все время. Это постоянный шум самолета над головой и звуки взрывов. Особенно были ночью, наверное, с двух ночи до десяти утра. Очень сложно, потому что от каждого взрыва мы все просыпаемся. Я из Мариуполя, как раз на, казалось бы, горячей точке, но в данный момент у нас относительно спокойно. То есть все боялись больше всего ночи, но последний раз ночью ударили в двенадцать, и в следующий раз около восени утра я на тот момент уже проснулась. С того момента вообще было абсолютно тихо. Я уже думала, что мне будет нечего вам рассказывать, но вот буквально полчаса назад, может быть, опять было слышно, и поступает информация о том, что пытаются войти в город с самого восточного края, получается, Сокраин. В основном идут сейчас Сокраин. На данный момент эта информация именно такая. У меня открыто окно, чтобы было все слышно. Меня зовут Вячеслав Неганоров, город Киев, 34 года. Вчера в пять часов утра мне разбудили мобильный звонок. Что напали на Украину. И еще один день мы отсидели из дома. А потом войска начали приближаться, российские. И сейчас по слухам, по той информации, которая у нас есть, взяты суммы с юга. Большое наступление с востока и с севера. Взята Чернобыльская АЭС. Взят остров Змеиный. Возле Киева продолжаются бои буквально. Какие-то диверсионные группы на Болонии. Это район Киева уничтожили. Есть куча видео разных, где летят или осколки, или огонь. Ну, непонятно. Это кто бомбит, что бомбит. Наши ПВО бомбят российские самолеты. Или это российские самолеты наносят. Удары по жилым домам непонятно. На Позняках взорвался дом. Говорят, что ракета не туда отлетела. Меня зовут Катя. Я из Киева. Живу тут, в принципе, всю свою жизнь. И происходят, честно говоря, очень страшные вещи. И до сих пор кажется, как будто это просто сон. Потому что первый раз, когда взорвалась в Киеве, в области, я сидела на работе, я работаю на ночных сменах. Я сидела в офисе в центре города. И были ужасные ощущения. Ну, то есть все вот так вот затряслось пару раз подряд. И после этого я открыла чат в чате своими однокурсниками, которые из разных областей Украины, поскольку дистанционные. И они начали отправлять достаточно большое количество разных видео с того, что происходит у них, что они видят из своих окон. Так как вокруг все взрывается, начали с Харькова, потом ближе к Киевской области в Сумах. И вокруг все скидывают одно и то же. Очень страшно. Все в панике. Люди не были готовы к такому определённому. Никто даже не мог предположить того, что такое может произойти. Потому что все рассчитывали, что если вдруг и произойдут какие-то военные действия, то это будет в области Донецка, Пуканска. Но не далее. И всё равно все до конца верили, что всё как-то разрешится дипломатически. Потому что думать о том, что в наше время происходит такое на ровном месте, очень страшно и сложно вообще-то понимать. В Киеве люди ночуют в метро. Спускаются вниз, чтобы быть уверенным в том, потому что они вообще проснутся потом. Меня зовут Лена, я из Чернигово. Что происходит на данный момент? Тишина. Иногда издалека слышны какие-то выстрелы. Разного характера. Иногда вроде как бомба, иногда как град. Иногда сложно понять, потому что издалека. Ситуация напряжённая. Мы ушли в убежище. Честно говоря, с толпой народа немножко спокойнее как-то себя чувствуешь, нежели, допустим, дома в четырёх стенах. Я не представляю людям, которые одни дома. Я не представляю, каковы им. Бомба в убежище уже получается 12 часов, наверное. Даже больше. 13, сегодня поспали здесь. Еда, вода есть. Люди, вот я смотрю на улицу. Люди ходят по улицам. Но иногда проносится сирена. Люди прячутся в бомбу в убежище. Кто где, кто... Некоторые люди попытались выехать с утра вчера на запад. Были огромные пробки. Это сделать было невозможно. Бензина нигде на левом берегу Киева нет. Только в одном месте. Проблемы с бензином все очередние. Ну, с продуктами, конечно, люди понакупали себе всего. Но как-то в такой ситуации особо мне есть и не хочется. Поэтому за день волнуйтесь. То есть тут есть несколько... Несколько залов, несколько помещений. Я, может быть, сейчас до ближнего дойду, покажу. Потому что спою, что может связь оборваться. Так, сейчас. Так. Мне надо поменять камеру. Вот. Прям все такое... Ну, это еще даже на самом деле не с самого большого дня. Там есть больше. И там есть люди, которые уже находятся. Действительно, несколько дней. Наверное, человек 70. Так, на вскидку. Где-то, может быть, 60-70. У нас сейчас пока что в городе тихо. Как говорили, что у нас могли стрелять с одиночи. Сам обстрел по нашему городу и по нашей области начался примерно в 8.36 утра 20-24-го. Ударили по семи точкам. Взрывы были вплоть до 12 или часа вот примерно дня по нашему времени. Сейчас, как пишут бои в Херсонии и в Николаеве. Ну, это очень, в принципе, тяжело все. Пока тихо, кажется, что этого всего не происходит. Это не настоящее и... Я не знаю. Как будто бы что-то из другой реальности. Как только слышатся взрывы, очень страшно. Самолеты. Сейчас очень тихо, потому что многие выехали к родственникам. Я не знаю. Многие очень выезжали. И все прислушиваются постоянно. Очень, очень тихо. Очень. Мне кажется, даже животные не такие громкие, как обычно. Это какая-то очень страшная тишина. Ну, самолеты, когда летают, тоже очень стрёмно. Я, если честно, боюсь закрывать окна, потому что я хочу услышать, если произойдет какой-то взрыв или самолет будет, что угодно. Даже звук сирены, потому что у нас почему-то их не слышно нормально. У нас очень тихо, что единственное, очень сильно напрягает в этом. Потому что затишить перед бурей не самое хорошее всегда. И у нас, что говорят, солдаты готовы защищать. Самое известное, я не знаю, может, слышали или нет, это Змеиный остров. Были наши погранцы, которые погибли, все 13 человек. Российский корабль подошел к границам Змеиного острова и предлагал им сдаться добровольно, предать Украину и то, что их просто возьмут в плен. Они сказали, что российский корабль идет на три буквы. И их обстреляли. Наш президент им дал звание Героев Украины посмертно. У нас введен режим военного положения. У нас есть комендантский час, у нас есть, что, например, я с Одессы, у нас мэр города передал всю власть военным. Половину седьмого, наверное, утра меня будут все мои знакомые. Не только из Мариуполя, из Киева, из Харькова, все, кого я знаю, у меня будут. И сразу говорят, типа, собирай, пожалуйста, скорее все вещи на всякий пожарный случай. И буквально, ну, я все вещи собрала, да, и, может быть, через минут 15 я услышала уже своими ушами первые взрывы именно на нашей территории. Я спрашивала у подруги, которая из Сартене в данный момент. У них всю ночь были, ну, то есть с момента объявления, так сказать, у них было слышно все это время. У нас вчера конкретно это длилось часов до 12 дня, наверное. То есть было слышно очень сильно. И благодаря 2014 году, назовем это так, можно отличить, какие взрывы с помощью каких машин были вызваны. Последний взрыв, который я слышала, был смерчевый. То есть было слышно смерч именно, но он был довольно-таки далеко от нас. Все обстреливали окраину, окраину города, и там находятся частные секторы, спальные районы. Насколько я знаю, попали в несколько частных домов и в одну многоэтажку. Кроме этого, очень много было взорвано в ВИН, опять-таки в том районе. Из пострадавших это на данный момент то, что я знаю. Не знаю, верю. Верю лучше. Со стороны России идет информация, что не все получается. Со стороны Украины идет информация, что мы отбиваемся, что мы отбились, что вроде как уже держимся, как говорится. Ну и непонятно, кому верить в мир. Ну, сказать честно, я реально вижу и понимаю, что у всех есть вот это чувство непонимания, агрессии и действительно ненависти к людям, которые имеют хоть какую-то власть в плане как инфлюенсеры, да, и которые не говорят ничего по другому поводу. Либо остаются в нейтралитете, либо пассивные. А если еще поддерживают всю вот эту вот ситуацию, то это невозможно на это смотреть. Тебе прямо на физическом уровне становится плохо, когда ты видишь то, как многие на это реагируют и не придают этому вообще большого значения. То есть никого не нужно было спасать на Донбассе. Никому-то не нужно было всех делить, ну. Сейчас. 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 Не молчите. Требуйте остановить войну в Украине. Субтитры сделал DimaTorzok